Привет дорогие мои друзья, еще один кухонный гаджет и наверное скоро придется делать по ним отдельный плейлист. Очень острый скальпель, прорезает все прям вообще, нужно осторожненько им работать, а то можно повредить содержимое пакета. Прошлый скальпель кстати был гораздо хуже, этот вообще просто огонь. Вот такая вот фигня ребята здесь находится, вам пока еще не понятно наверное, а я уже понял что это. Потому что эту штуку я заказал не так давно, пришла она очень быстро, это вот такой вот электрический насос-помпа для бутылок. То есть надеваем ее на любую бутылку, на большую, на маленькую, на полуторалитровую, короче на любую. Здесь вот такая вот резиновая пробочка есть и на любую бутылку она должна налазить у нас. И вот сюда мы устанавливаем две пальчиковых батарейки. Установили и когда вот эту кнопочку нажимаем, включается помпа и качает жидкость. Вот отсюда из носика жидкость вытекает прямо в стаканчик. Давайте попробуем как эта штука в действии будет работать. Нашел бутылку из-под молока в холодильнике, то есть в ней было молоко, пришлось его выпить. И налить сюда воду, чтобы вам все было видно, чтобы все было, так сказать, прозрачно. В общем упирается помпа в дно, шланг из этого вот такой вот изогнутый и пробочка вот так вот косится верхушка. То есть оптимально этот шланг по длине, я думаю, войдет в двухлитровую бутылку. Он даже на пятилитровую одевается, я вот пробовал, у меня на кухне пятилитровки стоят. Но помпа вот настолько до дна не дотягивает. То есть в принципе штучка довольно универсальная. Еще не наливал, честно вам скажу, не пробовал. Поэтому, ребята, вы будете смотреть это точно так же, видеть, как и я. Давайте попробуем. Вода сразу же бежит, то есть нисколько ждать не надо. Хочу обратить ваше внимание, что трубка сейчас изогнута очень сильно. И вода вот тем не менее так набирается. То есть в принципе все довольно замечательно. Я думаю, что если трубочку выпрямить, то она побежит немножечко побыстрее. Переливал из стакана воду в бутылку и разлил все на стол. В общем, ребята, смысл какой? Я сейчас хочу попробовать вот так вот с распрямленной трубочкой налить. Ну, в принципе, не намного быстрее. Но достаточно быстро все равно вода наливается. Короче, ребята, очень удобно эту хрень использовать, если у вас бутылка стоит в холодильнике, в дверке, например. Не надо ничего доставать. Просто открыл дверку, поднес кружечку и налил туда холодненькой водички попить. Очень здорово, вообще классная фигурина, ребята. Рекомендую к покупке. Ссылку на нее я вам оставлю в описании под этим видео. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, море позитива, добра, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Напряжение на нее поступает. И давайте проверим, как она у нас работает. То есть, как работают порты. Подключим USB-паяльник через тестер. И видим, что ток потребления 1,3 А. Теперь для сравнения выткнем. Не знаю, я думаю, что Bluetooth-модуль в будущем закажу. И мы с вами посмотрим. Впаяем его сюда, посмотрим, что можно делать с этими часами. Также, может, и корпус к ним закажу. Не знаю, почему я это сразу не сделал. Уже вторые часы заказываю без...